Всем привет, друзья! С вами Владимир Шемет и в этом видео мы разберемся с вами, как сделать сертификат для того, чтобы поехать в Египет. Сертификат о вакцинации. Как его сделать из портала ДИИ. Почему из портала ДИИ? И давайте два слова о всей этой ситуации. Во-первых, сертификаты от семейного врача, которые вы получаете у своего семейного врача, они не подходят для того, чтобы вас пустили в Египет без ПЦР-теста. Второй момент. Сертификаты, которые формируются в приложении ДИИ, тоже не подходят для того, чтобы туристов пустили в Египет без ПЦР-теста. В принципе, официально никакой сертификат, который турист получает в Украине, не подходит. Но, по крайней мере, сертификат, который вы видите сейчас на своих экранах из портала ДИИ, проходит, когда туристы летят на отдых в Египет. То есть, по крайней мере, в моих всех туристов, которые летели именно с таким вот сертификатом, с QR-кодом, с портала ДИИ, всех пропускали без ПЦР-теста. Поэтому, в этом видео мы сейчас разберем все подробно, как его получить и как его распечатать для того, чтобы вас пустили в Египет без ПЦР-теста. В общем, первое, что нам нужно, мы заходим в браузер. То есть, именно в браузер. Не на телефоне, а именно на компьютере. И заходим на портал ДИИ, то есть, в поисковой строке, вводим ДИИ, и нам выдает буквально самый первый результат. Это тот, который нам нужно. Открываем его. Попадаем на сайт портала ДИИ. Что нам тут нужно сделать? Нам нужно войти в свой личный кабинет. Вот, справа вверху, кнопочка входа, нажимаем. Нас перебрасывает на страницу, на которой мы можем авторизироваться несколькими методами и зайти в наш кабинет. Значит, первый метод это файловый ключ, второй метод это аппаратный ключ. За аппаратный ключ, в принципе, ничего вам не подскажу. И ДИИ, я всегда заходил через ДИИ, но ДИИ такая глючная, что вот в данный момент я считываю код через приложение и меня не перекидывает на вход в приложение на телефоне. Поэтому мы сейчас делаем это с помощью файлового ключа. Как же делать вход с помощью файлового ключа? Нам нужно перетянуть сюда файловый ключ, обобрить его на своем компьютере. Для того, чтобы его перетащить сюда, либо выбрать его на вашем компьютере, его нужно создать. Создать его можно легко с помощью Privat24. Я думаю, почти у каждого туриста есть карточка PrivatBank. Если нет карточки PrivatBank, можно ее оформить, пойти, либо подождать, когда заработает вход с помощью DIA PITPAS. Но, если времени нет, допустим, у меня времени нет, потому что вылет у нас послезавтра. Ждать, когда заработает это DIA PITPAS у меня некогда. Поэтому и сейчас в этом видео я покажу, как создать файловый ключ с помощью Privat24. Опять в поисковике вводим Privat24. У меня уже он есть готовый. И мы попадаем на страничку входа. Значит так. Тут я уже вошел. Мы переходим в полную версию, друзья. Почему полную? Потому что именно из полной версии сайта, старой версии сайта Privat24, вы сможете создать себе этот ключ. Почему не зашел? Наверное, надо было обновить. Значит, заходим в раздел УСИ послуги и выбираем бизнес. Есть. Справа видите электронный цифровый PITPAS. Завантажитый сертификат. Создаем. Нажимаем на это. Завантажитый сертификат. И нас перекидывает на страницу. Тут есть инструкция. Но в принципе она вам не нужна. Есть ваши данные. И вы нажимаете данные верни. Если что-то неправильно, то конечно вы можете тут откорректировать. Но обычно тут всегда все правильно. Нажимаем да, не верни. И нас перекидывает опять на следующий этап. Тут нам нужно создать пароль. Есть инструкция. В принципе опять она вам не нужна. А минимальная должина пароля в 8 символов. Символы латинского фавиту и цифры. Ну допустим сейчас создадим пароль. Главное, чтобы вы не запутались. И он был одинаковый. Так, в латинский. Есть два одинаковых. Так, дальше тут мы закрываем. В телефон должно прийти смс-сообщение с подтверждением пароля. Так, значит вы на своем телефоне заходите в сообщение. Именно в сообщение. Не в приложении Приват 24, а именно в сообщение. Там у вас будет сразу сообщение с этим паролем. Вводите пароль. Нажимаете. Я узнаю умный. Далее. Сейчас все загрузится. И должно нам выдать этот документ. Сохраняйте его. Там где вам удобно сохранить. Допустим, конечно удобнее будет на рабочий стол. А вы у себя сохраняйте, где вам будет удобно. Я себе сохраняю на рабочем столе. Все. В принципе больше нам Приват 24 не нужен. Переходим опять на страницу портала DIA. Значит тут у нас уже выбрана файловый ключ. Сюда мы его перетаскиваем. Либо берем с рабочего стола. Помните как он называется. Вот он. Я его выбрал. Нажимаю открыть. Ниже вводим пароль. Так, пароль ввели. Нажимаем продолжить. Ничего сохранять не надо. И тут. Так, это мы закроем. Есть мы. Попали в личный кабинет на портале DIA. Дальше, что вам нужно выбрать. Вам нужно выбрать раздел послуги. Выбираем послуги. Так, тут какие-то ошибки там сообщение выдает. И в разделе послуги потребно в правой части экрана вот выбрать раздел уси послуги. И листаете вниз. Тут оно легко найти. Ковид сертификат. Нажимаем на этот раздел. И тут вам выдает данные про заявника. То есть, тут ваши паспортные данные. Ну и некоторые данные там касательно вашей контактной информации. Вы можете их изменить. Но обычно тут все правильно заполнено. И нажимаете кнопочку «Далее». COVID сертификат про вакцинацию. Сертификат будет создан уже после первой дозы, если в реестр внесено правильные данные. Зрозумево. Тут мы отримуемо відповідь. COVID сертификат в обработке. Запит на отримание сертификату про вакцинацию успешно отправлено. Статус обработки отримаете на свою электронную почту. Да, на почту вы отримаете. Но вы переходите в раздел «Отримание документов». И тут вы видите, что вот он сертификат вакцинации. То есть, он уже готовый и сформированный в вашем личном кабинете на портале «Дея». Тут вы его можете посмотреть. Вот, нажимаете на этот глазик. И вам этот сертификат загружается. Вот он. В том виде, который нужен для того, чтобы вас пропустили в Египте без ПЦР-теста. Так, значит, посмотрели. Окей, все отлично. Дальше, что вы можете сделать? Вы его можете скачать себе на компьютер. Вот эта кнопочка, стрелочка такая. Вы ее нажимаете и сохраняете на свой компьютер. Например, опять я себе сейчас его сохраняю на рабочий стол. А потом уже куда нужно я его себе перекину. Но я его обязательно именно распечатаю. Итак, вот нажимаем «Сохранить». И вот, сворачиваете окно браузера. И ищите у себя его на рабочем столе. Вот он у меня на рабочем столе. Вы его можете открыть. Это PDF-файл. И дальше вам его просто нужно распечатать. Как распечатать, друзья? Я думаю, с этим у вас уже проблем не будет. Если у вас есть принтер, печатайте его на обычном черно-белом принтере. Если у вас принтера нету, то отправляйте его своим друзьям, знакомым, родственникам, у кого есть этот принтер. И попросите, чтобы они вам распечатали. Просто заберете у них этот файл, этот документ. И вот как раз с этим файлом, с этим документом, вам нужно проходить в Египте контроль. Кстати, также рекомендую, чтобы у вас был и сертификат у вакцинации от семейного врача с мокрыми печатями и подписью. Потому что некоторые туристы говорили, что у них просили два документа. И этот, который распечатан из портала DIA с QR-кодом. И тот, который выдает семейный врач. На самом деле, конечно, это все на усмотрение работника контроля. То есть тут как повезет. Но, насколько я слышал, именно от своих туристов, все туристы, которые ехали с таким вот сертификатом, всех туристов пропускали и не заставляли сдавать ПЦР-тест по прилету. Но, иногда я слышал, что на вылете еще с Украины некоторые авиакомпании говорили, что данный сертификат не подходит. Да, официально он не подходит. Но, во всех туристов есть возможность сдать ПЦР-тест по прилету в Египет. То есть, если у вас все-таки не пройдет сертификат этот с QR-кодом, или тот, который от семейного врача, не переживайте, как бы, все равно вас пропустят. При условии, если вы сдадите ПЦР-тест по прилету в аэропорту Шарм-Аль-Шейха, в аэропорту Кургады, либо в аэропорту Марсалам. То есть, у каждого туриста есть возможность сдать этот тест по прилету именно в Египте. Именно в этих трех аэропортах это 100%. Поэтому, в любом случае, смотрите, если, например, вы летите из Харькова, Харьков на момент записи этого видео находится не в красной зоне, то есть, вы можете лететь вообще, в принципе, без сертификата и сдавать тест по прилету. Но, если вы летите из Киева, у вас есть этот сертификат, все окей, вас обязаны пустить на самолет, потому что у вас есть право сдать ПЦР-тест по прилету, если этот сертификат не пройдет. Но, если у вас нет ни этого сертификата, ни сертификата от семейного врача, то есть, вы не делали себе вакцинацию, и вы не сдавали ПЦР-тест, то тогда в аэропортах, которые находятся в красной зоне в Украине, имеют право вас не посадить на рейс, потому что сейчас по требованиям те города, которые находятся в красной зоне, то в общественный транспорт обязаны пускать только при наличии соответствующих документов. Это либо сертификат о вакцинации, либо тест о том, что турист здоров и у него нету коронавируса. Друзья, показал вам все, что вам нужно знать, как его получить этот сертификат, как распечатать на принтере, это уже как бы совсем элементарно, я думаю, с этим каждый разберется. Если у вас есть вопросы какие-то, обязательно пишите в комментариях под этим видео. Либо, если вы проходили паспортный контроль, ну то есть контроль в аэропортах Египта, с таким сертификатом, напишите, какие у вас были проблемы, либо каких у вас проблем не было, как это вообще у вас все происходило. На этом все. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. С вами был Владимир Шемет. Подписывайтесь на канал. У меня еще есть много важной и полезной информации для туристов, которые собираются на отдых в Египет, в Турцию, да неважно куда, есть масса информации по разным направлениям. И естественно, на все вопросы, которые вы пишете в комментариях под видео, я стараюсь отвечать. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самой нужной и полезной информации о путешествиях. Субтитры сделал DimaTorzok